И у нас в студии сегодня известные в Шимкенте люди, авторы и исполнители Макс Росенбедов и Марс Садыков. Здравствуйте! Вы буквально на днях, буквально вот позавчера вернулись с Грушинского фестиваля. Расскажите, как это было. Поделитесь с нами своими впечатлениями. Я знаю, что вы не с пустыми руками приехали. Ну да. Дело в том, что прошел 43-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, на котором нам посчастливилось побывать. Ну впечатлений масса просто. Все очень хорошие, позитивные впечатления. Во-первых, поразило грандиозность этого фестиваля. Огромное количество людей, большое количество сцен, новые знакомства, много новых песен мы услышали. Ну и, само собой, показали свои песни на суд жюри, на суд зрителей. Поэтому все прошло хорошо. В основной сетке мы дошли до третьего тура. Это Мурзамурат Кушербаев. К сожалению, его сегодня с нами нет. Мы на одной из сцен победили в номинациях исполнителей и в номинации автор. А вы вообще в курсе, что вас в народе уже называют 3МММ? Да, это было еще года 20 назад, когда мы были в Алма-Ате на фестивале «Звездное небо». Нас вот там так обозвали. Обозвали? Ну в смысле, сами барды, которые... Имена на букву М. Да, они обратили внимание на то, что у нас у всех троих имена называют на букву М, поэтому... Чем отличался этот фестиваль от предыдущих? Не, ну мы в основном-то в Казахстане ездили по фестивалям. Единственное, в прошлом году мы посетили фестиваль «Свой остров» в городе Новосибирск. Но там он намного меньше по масштабу, по объему. А здесь это, я говорю, грандиозность. Вот это мне поразилось. Масштабность его и огромное количество людей. И все так дружелюбно относятся, приветливо улыбаются. И на любой сцене ты можешь сам себя показать, и тебя будет внимательно слушать. И потом еще будут задавать вопросы. Очень благодарная публика. Ну можем сказать, что авторская песня живая, да? Да, конечно, конечно. Не то слово. Да? Не то слово. Я, если можно, добавлю, конечно. То, что вот сейчас вы задали вопрос, чем отличается фестиваль от фестиваля. Грушинский фестиваль – это фестиваль фестивалей. То есть если собрать все фестивали в одном месте, это и есть Грушинский фестиваль. Практически. То есть это такие грандиозные масштабы. И там порядка 30 сцен на одном пространстве. Это вот Мистринские озера. Это берег реки Волги. Это километров 35 от Самары. Люди как передвигаются? От сцены к сцене передвигаются исполнители? Или как это происходит? Нет, там много полян. На каждой поляне есть своя небольшая сцена. И каждая сцена имеет свое название. И вот на этих сценах происходит, люди показывают свои песни. Это такие, помимо участников фестиваля, конкурсантов, там есть еще гости, именитые гости, члены жюри. Они каждый день тоже на этих же мелких сценах играют. Одни сегодня там, другие сам. И есть еще на любой сцене, в назначенное время, есть такой свободный микрофон. То есть любой человек может прийти, там допустим с 5 до 7, как бы зарегистрироваться. И тебе дадут полчаса времени для того, чтобы ты поиграл свои песни. Именно авторские. Что еще запомнилось с фестивалем? Сколько дней вы были? Ну, 4 дня. Мы были 4 дня. 4 дня по воскресенью, да. Мы приехали за годя. То есть мы видели сначала, только начало монтажа всего этого. Мы сразу посетили ту основную сцену, это гитара, которая как раз-таки находится на воде. Галоконцерт. Это сцена, на которой проходит галоконцерт. То есть все феминисты, конкурсов, они выступают на этом. Попасть на нее, естественно, архи сложно. Ну, представьте, тысячи соискателей быть дипломантом или лауреатом. И из них там человек 20. Да, из них человек 20 только вот. Дипломанты и лауреат. Какой процент. Какой процент. И я считаю, задача наша, и мы ее объективно так для себя поставили, задачу, не важно рваться на пьедестал. Важно показать себя, показать, кто мы такие. И на семи сценах мы участвовали, мы работали на этих сценах. И в микрофоны объявлялись город Чемкен, Казахстан. Ну все, нас узнают. Премия такая-то уходит в Казахстан, город Чемкен. Это очень было важно. И знаете, что еще интересно, вот эта вот громкоговорящая связь, то есть, когда говорится в микрофоне большие динамики, все это слышно. У нас произошла так чудесная встреча с нашим земляком, который услышал Чемкент и прибежал искать нас. И оказалось, что мы еще и знакомы, хотя не виделись 17 лет. Это наш земляк, чемкенский. Сейчас кто-то по телевидению услышит, что это был Павел Камаев, мастер спорта по горному туризму города Чемкента. И он чуть ли не растрогался так, увидел нас, обнялись. Мы там два вечера сидели, обменивались информацией, телефонами. И у старика Маев слезинка упала все-таки. Но все равно приятны такие встречи. Мы так встретились с друзьями из Ташкента, с друзьями из Алматы, с Казани вот знакомы. И, конечно же, конечно, очень много новых знакомств. В общем, эта авторская песня в очередной раз доказала, что музыка объединяет. Независимо от того, где человек живет, какого цвета кожи. Давайте что-нибудь споем уже. Ну, давайте. Песня называется «Я в ваших глазах читаю». Я в ваших глазах читаю, как в толстом роскошном журнале. Что я не из белой стаи, в которой всю жизнь вы летали. Все просто, вся истина в кубе. Я буду всегда знакомым, другим предназначены губы. Точнее, конечно, другому. Я в ваших глазах читаю про таинство вашей души. Ах, Боже, зачем вы такая? А впрочем, вы так хороши. Я в ваших глазах читаю про таинство вашей души. Ах, Боже, зачем вы такая? А впрочем, вы так хороши. Не стоит и думать о штурмах, дуэлях и серенадах. Ваши глаза – мои тюрьмы, и я в моем лимонаре. Глазам этим дикая птица может завидовать смело. Я в ваших глазах читаю про таинство вашей души. Ах, Боже, зачем вы такая? А впрочем, вы так хороши. А впрочем, вы так хороши. А впрочем, вы так хороши. Ой, спасибо, я прям на свой счет все приняла. Давайте поговорим еще о приятном. Конечно, вы же вернулись не с пустыми руками. Ну да, на одной из сцен, мы уже вначале говорили, что каждая сцена имеет свое название. Одна из сцен носила название «Победа». И это нас сразу заинтересовало. Я говорю, а почему? Там уже такая военная, там георгиевские ленты, знамя Победы вывешены. Там куча викторин, конкурсов. И один из конкурсов на этой сцене был конкурс духовной и патриотической песни. Там нужно было спеть одну песню, обязательно свою, а одну, любую, на тематику войны, патриотической песни и так далее. Вот мы приняли участие в прослушивании, нас сразу пропустили во второй тур. И на следующий день на галоконцерте, когда мы уже эти же песни повторили, были завоеваны как бы две номинации. Я стал в этом конкурсе лауреатом в номинации «Исполнитель» с песней «Темная ночь». А Мурзамурат Кушербаев, он стал лауреатом в номинации «Автор». Он спел песню «У Абелиска». Это своя песня, да. Им очень всем понравилось. Вот эти два диплома мы привезли. Исполним? Да, мы исполним. Ну, я спою, да, то, что это самая великая песня. Для меня лично. Почему? Потому что у меня отец воевал, и для меня очень дорого. «Темная ночь», только пули свистят по степи. Только ветер гудит в проводах, Тускло-звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не стишь. И у детской кроватки тайконку ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться сейчас губами. «Темная ночь» разделяет любимая нас. И тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, Чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, С ней не раз мы встречались в бою. Вот и сейчас надо мною она кружится. Ты меня ждешь, И в детской кроватке не спишь. И поэтому знаю, со мной Ничего не случится. Ты меня ждешь, И в детской кроватке не спишь. И поэтому знаю, со мной Ничего не случится. Спасибо, Аш. Мурашки покушай. А вот тут сразу, не отходя от темы, прежде чем попасть на сцену «Победа», мы участвовали в викторине и отвечали на вопросы, касаемые как раз-таки Великой Отечественной войны. Мы достойно это выиграли. И мы получили вот такое знамя. Это знамя. Копия. Да, копия знамени, Копия знамени, Которое водрузили над Рейхстагом. Это копия того знамя. И вот с таким пропуском Наши ребята и... Победа будет за нами. Да, победа будет за нами. И мы хотим телекомпании «Атарар» сделать вот такой подарок. То есть это тоже самое знамя. И вот такое оно уменьшено. Мы хотим вам подарить. Вот твой делок всегда с тобой. Это на самом деле ценночек. Тут указана как раз-таки стрелковая ордена Кутузова дивизия, которая брала Рейхстаг. Это вам подарок Дружинского фестиваля. Спасибо большое. Мы вам тоже подарим. Будете уходить. Но пока у меня еще есть к вам вопросы. Давайте поговорим о перспективах. Южный ветер. Будет у вас как раз на футболочке. Да, да. Кстати, да. Давайте мы, конечно, поговорим о южном ветре. И хотим выразить большую благодарность фестивалю «Степной ветер» Оренбургский, который нас очень тепло приняли. Это не фестиваль, это сцена. Да, на фестивале на Грушинском эта поляна нас приняла. И мы подружились. И если мы южный ветер, а не степной ветер, то мы уже как бы братья-побратимы. То есть очень хорошая дружба завязалась с этой командой. То есть такая же команда, как и наш южный ветер. Что касаемо «Съюжного ветра», сегодня я был на совещании в управлении по туризму. И бюджет кое-какой нам утвердили. И мы уже начинаем работу. То есть 16 сентября мы проводим фестиваль «Южный ветер». Сейчас идет уже плотная подготовка. Но осталось совсем немного. Да, совсем немного. Совсем немного, поэтому надо работать. Хотелось бы, кстати, я хотел бы воспользоваться случаем, поблагодарить наших друзей, идейных вдохновителей. Это прежде всего Тахира Узденова и наших меценатов друзей. Это Нурлана Ситкуловича Сейджапара и Вилькима Ильича Завдинова. Это те люди, которые помогли нам попасть на Грушинский фестиваль. За что им огромная и огромная благодарность от нас и, я думаю, от всех авторов-исполнителей. Ну, спасибо этим людям и спасибо вам большое за то, что у нас теперь знают на Грушинском фестивале и, надеюсь, что и к нам будет приезжать очень много гостей. Да, будем надеяться. Ну, и обещанный подарок, конечно, свежий выпуск газеты «Арапат» вам на... Читайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!